Жень, ты смотрела фильм «Чемпион мира» про шахматиста? Да, он произвел на меня неизгладимое впечатление. Я смотрела на это все и думала, как это все можно удержать в голове. Мне кажется, это граничит с какими-то сверхспособностями. Просто это какие-то отдельные, необыкновенные люди. Обычным людям это недоступно, мне кажется. Обычно, когда снимают такие фильмы, например, про танцы или про баскетбол, после этого некий бум происходит, и люди начинают идти заниматься тем видом спорта. Вести детей. И что они посмотрели. Вот есть ли такое после этого фильма про шахматы? Мы узнаем у руководителя станции юных техников Михаила Животовского и Ивана Наумова, директора шахматной федерации города Ангарска. Здравствуйте. 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 После прошлого года, ну вот, произвел ли он такой бум-фурор? Люди пошли играть в шахматы? Шахматы стали опять популярны. Вообще фурор произвел матч на первенство мира, когда играл у нас в «Затечный Ник». Ян непомнящих. И после этого шахматы опять привели популярность, потому что показывали их по федеральным каналам. Была большая популярность. Ну, у нас более 400 детей пытаются на станции юных техников осваивать. У нас были науку, как шахматы. Должны быть какие-то способности, особенно у ребенка? Или можно идти заниматься всем? Да, на самом деле, любой ребенок может обучаться шахматам. Самое главное – его желание. Желание, да. А, ну, вот, может быть, есть в чем-то польза конкретно шахмат? Ну, что они развивают, какие науки? Ну, польза, конечно, есть и пространственное воображение. И логическое мышление, построение логических цепочек. То есть, дети шахматисты гораздо… Математика, точные науки тоже очень хорошо развиваются у таких детей. Дети шахматисты гораздо… Дети шахматисты гораздо более умные, что так… Нет, гораздо более образованные получается. Им легче дается образовательная программа. То есть, они, ну, по оценкам, по крайней мере, гораздо сильнее, чем обычный класс. То есть, шахматы помогают развить вот эти нейронные связи, да? Которые в дальнейшем, в целом, помогают развитию в общем. Ну, да. Дисциплинировать шахматы еще самое главное. То есть, построение… Ну, выстроение своей работы. То есть, графика дня. Ну, чтобы достичь какого-то успеха, это ребенок ставит перед собой цель и старается. И идет к недостижению. Это же большая… А кого больше? Девчонок, мальчишек? Конечно, мальчишек. Мальчишек. Да, девчонкам. Это эксклюзив у нас. А вообще, это же большая усидчивость. То есть, ну, обычно… Большое терпение, конечно. Обычно, ну, девчонки… Я вот к вопросу, да, почему больше мужчин? Обычно же девчонки склонны к тому, чтобы что-то посидеть, пошить, что-то поделать долго. Скуплезно, да? Да, но здесь, наоборот, больше мальчишек. А есть какой-то определенный возраст, с которого нужно идти заниматься шахматами? Как такого, такого нету. То есть, ну, есть примеры, когда в три года уже учатся шахматом играть. Есть примеры, когда вот Михаил Григорьевич, например… Я в седьмом классе стал… Ну, узнал, как правильно называется шах… Как правильно играть в шахматы. До этого я играл, как самоучка. А так это вот, чтобы как посягать, и меня начали учить седьмого класса. Ну, вот до сих пор играю. Есть ли люди, которых невозможно обучить шахматам, необучаемым? Да нет таких, на самом деле. Тут от педагога от самого зависит. Если педагог подойдет, подберет ключики, то… От педагога очень много зависит, да. От педагога, да. Любовь к шахматам. Вот, у меня было… На начальном этапе нужно, да, именно любовь к шахматам прививать детям. Потом уже спортивные достижения происходят. Дети, ну, они же как-то должны узнать о том, что шахматы, в принципе, существуют. То есть, об этом должны узнать и хотеть изначально родители, да. Насколько я знаю, что очень много пишут про шахматы. Очень много книг есть про шахматы, так ли? Ну, да, да. Если вот я говорю, что если взять вот все книги, которые есть в мире по шахматам, как правильно играть в шахматы и как неправильно играть в шахматы, и взять все книги, которые говорят, как надо заниматься другим видом спорта, то все виды спорта, книг по всем видам спорта будет все равно меньше, чем книг по шахматам. Я знаю, что недавно были региональные соревнования, да? Какие места завоевали? Ну, у нас это выступили скромно, потому что тот возраст, который у нас были дети, они уже, ну, которые хорошо играют, они по возрасту не попадают. А это были соревнования региональные среди общеобразовательных школ. Это надо, чтобы все дети, которые, четыре человека, одна девочка и три мальчика, должны были заниматься в одной школе. Вот, а это вот у нас вангарской сложно собрать. Вот те, которые занимались в 37-й, гимназии один у нас, вот в 10-й школе, да, они уже по возрасту не подходят. То есть они уже достигли мастерства такого, в силу первого взгляда играют, а которые должны выступать, они маленько послабее. Каких результатов добились ангарчане? Какое место занялись? Сколько команд было? Ангарские воспитанники заняли шестое место, команда школы номер 6. Команда школы номер 10 заняла седьмое место. Ну и чуть скромнее выступила в гимназии номер 1. А сколько всего участвовало? Десять команд участвовало, да. Пять команд из города Иркутска принимало участие. Одна из города Братска, одна из районного поселка Качук и три от Ангарска. Можно ли к вам пойти обучаться среди года? Принимаете ли? И вообще взрослым можно? Мы в виде исключения принимаем это среди года. А вот со взрослыми маленько сложно. Несмотря на то, что нашему городу уже более 60 лет, у нас нет в городе шахматного клуба. Слушайте, вот многие считают из знакомых, что вот это такое очень серьезное занятие шахматы. Сидят такие флегматичные люди на соревнованиях. Некоторые даже считают, что это возможно даже скучно. Вот расскажите, как это на самом деле. На самом деле шахматы – это очень интересно. Если бы это было скучно, то люди бы в них не играли. Это азартный вид спорта. Особенно, когда на укороченный контроль. Когда играют в Блиц. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли к нам. Очень приятно видеть людей увлеченных, людей профессионалов, людей мастеров. Спасибо огромное. У нас же шахматная школа магия. Это вот название, я тоже придумал. В следующем году на 20 лет исполняется. Передают всю магию этого вида. Да, потому что это только в шахматах слона можно поднять. Пешка будет превратиться в королеву. Да, тоже фантастика. У нас жизнь не... Спасибо, что пришли. Не за что, вам большое спасибо, что нас пригласили. Надеюсь, после вашей передачи шахматы у нас еще лучше. Еще станут более популярны. И вам это желаем. Более популярны. Было бы это здорово. Да, но надеемся, может быть, и шахматный клуб поедет. Может быть. Спасибо. Да.